Приветствую вас народ, с вами Варчик, в этом видео поговорим с вами про различные новости в игре мир танков, акции, турниры и различные события. В начале традиционно показывают трех победителей по 500 золота из ютуба и трех победителей из вк-видео. Каждый из победителей получает по 500 золота, если вы играете на Рубай-регионе, тоже можете принять участие в розыгрыше золота. Для этого пишите комментарии, в конце ник, не забывайте ставить лайки, сердечки, подписываться. Ну а мы начинаем с новости про легендарную семерку. Проходит турнир легендарная семерка, голос пустыни. Что нужно знать и сделать каждому, так это перейти по ссылке в описании на эту новость на сайте мир танков и активировать внизу кнопку боевые цепочки задач. Это если вы собираетесь играть в натиск, поскольку эти цепочки задач для натиска. Там будут различные наградки, в основном расходники, несколько там дней према, а также инструкции. Но также там еще за некоторые задачки будут начислять билетики, которые увеличивают шанс выигрыша. Во время турнира будут проходить розыгрыши и видимо в этих розыгрышах понадобятся вам эти билетики для того, чтобы увеличить шанс что-то выиграть. Там две цепочки задач, которые выполняются последовательно в режиме натиска. Это то, что нужно знать каждому, кто хочет выполнять задачки. Сам турнир проходит с 6 сентября по 18 октября и турнир разделен на три части. Квалификация, отборочный турнир, оффлайн финал с большим денежным призом. Призовой фонд пополняется с каждой продажей нового уникального 2d стиля голос пустыни. Также еще за каждый такой стиль, который можно купить, сколько хочешь штук, выдают по три билетика, которые увеличивают шансы выиграть в розыгрышах во время турнира. Также на сайте можно еще посмотреть свою позицию в турнире, таблица лидеров. Также подробнее можно посмотреть правила, посмотреть награды для команд, которые в квалификации участвовали, потом 32 лучшие команды, которые после квалификации отобрались, и четыре сильнейшие команды, которые по итогам попадут в оффлайн финал в Москве. Награ там различных очень много, можете зайти и ознакомиться. Но для того, чтобы участвовать в турнире, вам придется собрать команду из семи человек, чтобы играть в натиске именно командой. В натиск можно играть либо соло одному, либо супервзводом. Ну и турнир это для супервзводов. Также еще в видео я услышал о том, что если вы не сумели собрать команду, то в режиме стальной охотник тоже будет проходить какое-то мероприятие, где тоже можно будет выиграть деньги. Пока что я не нашел никакой информации, что там будет проходить в стальном охотнике, но стальной охотник тоже у нас будет включен, причем надолго. Причем я так понимаю, до конца этого патча точно он будет работать. Я сначала думал, зачем стальной охотника опять включают, а теперь понял. Для того, чтобы люди, которые не нашли себе команду в натиске, смогли принять участие в турнире, но в стальном охотнике снова накатывая там бои. Также, что интересно, партнер данного турнира Федерация компьютерного спорта России. Мне кажется, меньше людей примет участие в турнире, где нужно именно команду создавать, поскольку большинство игроков играют сами по себе. Наверное, поэтому и замутили эту штуку с остальным охотником, чтобы больше игроков привлечь в турниру. Также с 8 сентября по 15 сентября день танкиста в игре отмечается. На канале Мира Танков вышел видос «Подвиги танкистов». Рекомендую посмотреть, очень атмосферное и интересное видео. Также в описании будет ссылка, где можно будет в этой новости активировать праздничный промокод, где будет 3 дня према, 2D стиль, экипаж машины боевой, причем очень красивый стиль, мне понравился, поэтому не пропустите. Также еще 6 надписей с днем танкиста и личные резервы на час к опыту. Также еще с 8 по 15 сентября будут у нас 50% скидки на койки, x3 опыта за первую победу в день, 50% скидка на сброс навыков, 50% скидка на смену специальности экипажа, скидка 50% на обучение при обучении экипажа, ну и 50% скидка на оборудование. Также еще можно в самом низу этой новости активировать задачи, где можно получить день према, различные расходники, бусты, ну и в конце можно будет резерв на серебро получить и также очень много различных инструкций. И даже комплекс улучшения выживаемости, это экспериментальная закалка. Такие задания нельзя пропускать, поскольку это раздают нечасто. Задачки очень простенькие, ничего сложного в них нет, по сути это просто подарок за маленькие задания. Ну а если вам мало таких стилей красивых, вы можете их еще и купить. Причем можно купить не только стиль этого года, но и прошлых годов. Стоит он 156 рублей. Также еще одна ссылка в описании приведет вас на новость, где можно забрать промокод с бустом на кредиты на 1 час. Это промокод из телеграма Мира Танков, в описании я этот промокод напишу, либо сами можете зайти в телеграме взять. Также 8 сентября вышел у нас микропатч уже, который некоторые проблемы в игре исправляет. На WZ-111 модель 6 некоторые стили были заданы вперед, но ничего страшного. Вышел микропатч, все это должен был исправить. Также еще исправить смену профессии у Труса, Балбеса и Бывалова. Кстати про эту легендарную троицу. С 6 сентября по 27 сентября их можно приобрести, либо по ссылке в описании зайдите в новость и активируйте боевые задачи, где можно получить расходники, надписи различные и демонтажные наборы. Также можно приобрести там красный вот этот стиль, ну и с уникальной озвучкой трех командиров Труса, Бывалова и Балбеса. Также не забывайте еще про табель-календарь. Я допустим себя приучил, что я просто каждый день открываю лаунчер Мир Танков, там добавили кнопку посередине внизу, по которой переходишь на сайт, нажимаешь на этот табель-календарь и потом уже заходишь в игру. Я уже второй месяц не пропускаю ни одного дня табель-календаря. Да, там награды небольшие, но потихоньку что-то там собирается и собирается. Это занимает мало времени, это не сложно. Самое главное здесь не забыть и иметь свободное время, чтобы это все делать. Также в табель-календаре появились у нас дни према. Те, кто не донатит, я думаю, рады. Также у нас еще изменился боевой пропуск, убрали из него чертежи, но вместо этого добавили больше золота. Теперь в боевом пропуске можно заработать 2550 золота, причем в базовой линейке наград 1050. Также увеличено количество получаемого серебра и увеличено количество дней према. Также убрали еще коллекции из боевого пропуска. Жетоны, которые были в коллекции, добавили в базовую линейку боевого пропуска. Честно говоря, я вообще не особо заметил эти коллекции, не сильно понял, зачем они нужны. Просто какая-то настройка дополнительная с картинками, где какую-то фигню выдавали. Я даже на это внимание не обращал, я, честно говоря, не понял, зачем это. Но дают там что-то за это и дают, ладно. Абсолютно не огорчился, что убрали коллекции и добавили жетоны из коллекции просто в боевой пропуск. Вообще не понял, разницы никакой. Да, конечно, это очень плохо, когда приучили игроков, что у них очень много чертежей. И теперь в боевом пропуске нет чертежей. Люди привыкли, что ветка выходит и просто можно за одну минуту поклацать и прокачать ветку. Но, с другой стороны, я тоже прокачиваю ветки очень быстро за чертежи. Также эти чертежи можно еще потратить в конструкторском бюро и так далее. У меня все ветки в игре прокачаны именно с того момента, как в игре начали появляться чертежи. До этого мне было там еще качать и качать, и арту я не собирался качать вообще. Я ее просто по приколу чертежами выкачал, лишь бы было. Я ее даже не покупаю, просто прокачал, потому что, ну, нечего было с чертежами делать. И, на мой взгляд, чертежи должны были быть в таком количестве, чтобы игроки закрывали какой-то один-два танков ветки, которые им не нравятся. Но у нас в игре чертежей столько, что люди прям ветками закрывают, и у них еще есть чертежи, чтобы участвовать в конструкторском бюро. И, в итоге, с годами этих чертежей собралось столько, что, ну, мне кажется, их избыток. Из-за того, что я ветки прокачиваю просто вот по приколу, даже те, которые мне не нужны, вообще никогда в жизни не понадобятся, у меня цель в игре потерялась. То есть, раньше, когда ты ветки качал долго, да, это было тяжело, да, это было занятие не быстрое, но это хоть какая-то была цель, хоть какое-то занятие, хоть чем-то можно было позаниматься в игре. Просто качать циферку фарма серебра или фарма бон или еще чего-то – это муторное занятие. Да, в стоке танки еще тот бред, но для этого нужна свободка. А просто пропускать плохой танк – это неплохое занятие, я вам так скажу, но пропускать прям всю ветку, прокачку всей ветки чертежами – это, мне кажется, перебор. Поскольку в этой игре основополагающее занятие всегда было в том, чтобы качать долго ветки. В какой-то момент это занятие прекратило свое существование в игре. И с этого момента у меня вообще цели никакой в игре нет. Когда я начинал играть, ветки выкачивались очень долго. И когда ты получал десятку, девятку или даже хотя бы восьмерку, особенно если ты занят твой бизнесмен, то я думаю, ты понимал, что это уже достижение. И потихоньку прокачивая танки, ты что-то на них там старался, как-то понимал геймплей этих танков, а не то, что ты просто клацнул, у тебя ветка прокачалась. Что ты там по геймплею понял? Какую цель ты достиг? Насколько она для тебя ценная? Просто ты циферки чертежей за минуту перевел в прокачанную ветку. А для того, чтобы получить чертежи, нужно просто играть в игру, когда боевой пропуск активирован. Немного ломает эту игру, вам так не кажется? Но просто отбирать у людей то, к чему они привыкли, тоже не вариант. На мой взгляд, нужно просто экономику немножко привести в порядок и в плане серебра, и в плане чертежей. Понятное дело, что всегда будут люди, которые всю жизнь фармили, и у них много чего-то. Но так получается, что люди, которые участвуют во всех акциях и мероприятиях, у них все равно на все хватает. И еще остается, чтобы все везде прокачать. Серебра из-за линии фронта – избыток. И чертежей тоже избыток. На мой взгляд, как будто бы оно не просчитано. Но это мое личное мнение. Я не говорю, что у всех все надо забрать. Просто теряется интерес, когда у тебя все есть. Когда ты поднимаешься с низов, интересен сам путь. Когда ты уже дошел, а чем тебе дальше заниматься? Мне кажется, так во всем. Интересно, когда ты с чем-то знакомишься, когда ты проходишь какое-то расстояние. Сам процесс, сам путь интересен. А просто цифру ресурсов бахнуть в прокачку ветки до конца? Согласитесь, тут интерес такой себе. Да, ты сразу получил танк. Ты на нем сыграл пару боев. Если он тебе не понравился, ты тут же уже и не играешь на нем. Все. Если он тебе понравился, ну поиграешь больше. Сколько у меня прокачанных веток, которые я чуть ли не сразу типа прокачал, чуть-чуть поиграл и бросил, потому что но оно мне не понравилось. А какие там танки в ветке? Хрен его знает. Очень много веток из-за этого потеряли свой смысл. И интерес игра из-за этого утратила. По крайней мере за последние несколько лет у меня такой опыт в игре сложился, когда добавили в игру чертежи и активно начали запускать линии фронта. Пишите свое мнение в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Мне, честно говоря, сами ресурсы и халява не сильно интересны. Мне интересен сам процесс игры. Мне вот именно в игру хочется интересно играть, а не фармить циферку какую-то, сидеть на куче каких-то там ресурсов. Как дополнительные какие-то занятия там, собирать ресурсы и так далее, это окей. Но основной процесс игры не нужно убивать. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.